В общем, вскрываем чемодан, делаем трепанацию, точнее вскрываю я и показываю то, что там есть. Вместе с вещами все уместилось в одном чемодане. Вместе с вещами для пятерых человек. Вместе с вещами для пятерых человек. Это похоже на кабачковую икру, но с перчиком, с болгарским. За уши не оттянешь, поэтому взял баночку с собой. Стоит там она копейки совсем. Две бутылочки местного полусухого, красного, естественно. Производится в Цетине. Очень приятное вино. Стоит в больших магазинах около трех евро, в маленьких магазинах четыре. Это небольшой презент. Самогон местный. Ракия. Слива. Слия. Восемнадцатый год. Попробуем, что это такое. Вот это полента, полента. Кукурузная, видимо, мука. Ну, наверное, она нам нужна, если она здесь оказалась. Это какие-то негритянские конфеты. Это конфеты для белых людей. Это конфеты, ну, здесь видно, что уни-раса, то есть и для белых, и для черных. То есть можно любым. Это паприка. Опять же, если она здесь оказалась, значит, она нам нужна. Паприка сладкая. Была там еще злая, но мы не брали. Два куска твердого сыра. Мы не ведем огромные куски, просто чтобы иногда напомнить себе о Черногории. Ну, это жена взяла для меня кусочек плесневого сыра. Небольшой. Вот это крем-сыр. Называется Каймак. Такой сливочный. Его можно намазывать на бутерброды. Очень классная штука. Это я маме своей отвезу сейчас. Картина. Контрабанда, естественно. Значит, это Дубровник, по всей видимости. Хорватия. Год на описание, по всей видимости, 1919. Может быть, она даже и старше. С трудом ее протащили, но протащили. Правдами и неправдами. Приправа для плескавиц. У нас же нет приправ для котлет, поэтому взяли в Черногории. Брусница. Брусника. Сушеная брусника. Очень мне понравился чай брусничный, местный. Ну, в Черногории, вы же знаете, большие чайные плантации, поэтому взяли бруснички. Это кокосовая чего-то там, скружка, наверное, тоже у нас здесь не продается, поэтому тащим из-за границы. Вот этот брикет, это тесто, очень тонкое, прям очень-очень тонкое тесто. Из него делается пахлавая и прочая выпечка. В прошлый раз мы его привозили, в этот раз нам показалось, что одной пачки будет мало, поэтому привезли две пачки. Кунжут, пожалуйста, тоже у нас его нет, поэтому дефицитный товар. Крем для спагетти, только я не помню, карбонара, по-моему карбонара сливочный. Кофточка. Ну, это не моя. Футболки и одежда мне просто напоминает о том, что это будет светлая память о пребывании. Ну, и такая же кофточка себе взял, чтобы напоминал мне в лишний раз о том, что мы в этом году куда-то ездили. Шляпа. Там еще у ребенка есть пару кофточек. Вот это сувениры для маленьких девочек. Ну, или не маленьких, для маленьких девушек. Вот эту чашку супницу купила, да, потому что тут и есть этот чек. Сережки тоже на память о словно проведенных днях в Цетине. Масло Манини, масло какое-то еще. И гидросепт. Это перекись водорода по-нашему в виде спрея. Специально взяли, чтобы потом в нее налить нашу перекись и спреем пользоваться. Очень удобная штука, если у ребенок поранился. Пока все... Пока свежее. Плоскаешь, вот спасибо. Еще два рюкзака, еще один чемодан, в который мы обувь, в обувь даже одежду напихали. Да, но это останется за кадром. Покаřем. Пока.